Всем привет! Мы с вами снова в магазине Икеа Нижний Новгород. Кто меня не знает, меня зовут Татьяна. Сегодня мы подготовили для вас обещанный обзор по всем письменным столам, которые на данный момент продаются в Икеа Нижний Новгород. Начнем обзор с самого простого стола, но он же и является самым интересным для меня. Это столешница Лин Мон со всемвозможными ножками. Так, сначала давайте я вам покажу, как вообще выглядит. Что такое стол Лин Мон? Значит, это вот такая столешница. И к ней прикручиваются ножки. Вариантов размещения много. Вот на данный момент на выставочном образце это стол, который крепится специальными металлическими креплениями к стеллажу Калакс. И вы можете объединить стол с рабочим местом. Набор креплений стоит 500 рублей. То есть, если у вас на данный момент есть стол Лин Мон и стеллаж Калакс, вы можете его объединить, убрав две ножки и соединить с столешницей, ну, если есть необходимость. Значит, Лин Мон – это столешница из бумаги, ДВП, акриловая краска, ДСП, пластмасса, АБС, наполнитель бумагой. То есть, это стандартные икеевские столы, стол-вак по такому же принципу производится. То есть, внутри бумага. Плюсы. Низкая стоимость. Вот столешница размером метр двадцать на шестьдесят стоит всего тысячу двести. Видите, они есть в черно-коричневом цвете, столешницу мы сейчас вам покажем. Ножки отдельно продаются. Вот одна такая металлическая ножка, ножка Айдис, стоит двести пятьдесят рублей. То есть, вот эта точка крепления, вот эта железочка, она продается с ножкой. Но в столе сразу просверлены отверстия технологически, чтобы вы могли прикрутить. Помимо ножек, есть всевозможные опоры. До них мы сейчас с вами тоже и дойдем. Значит, смотрите. Столешница Линмон делится по размеру и по форме. Есть вот такие угловые столешницы. Две семьсот сорок девять метр двадцать на метр двадцать. У нас в офисе стоит такая вот черная столешница. Удобно. Занимает, конечно, много места, но на нее тоже много можно расположить. Минусы данных в столешнице. Черная столешница очень быстро царапается. Если вы будете неаккуратно, небрежно с ней обращаться, появляются царапинки, трещинки, она не оползает. Но такие вот дефекты есть. Но, опять же, стоимость минимальная. Можно спокойно поменять столешницу, у вас опять будет новый стол. У нас полностью офис оборудован столешницей Линмон, то есть стол для выдачи. Рабочий стол и все Линмон стоят. Вот рабочий стол за год стал весь такой вот дранополосатый. Я думаю, мы сможем фотографию вставить, показать, как наш стол выглядит за год эксплуатации. Как угловой выглядит и как прямой выглядит. Так, дальше. Ну, идем по порядку, они разные. Столешница Линмон под беленый дуб. Размер метр на 60 стоит 1199, то есть 1200. Если сюда добавить 4 бюджетных ноги, у вас получится 2200, стоит стол. Точно такая же черно-коричневая. Черно-коричневая уже дешевле, стоит 1000. То есть от цвета цена зависит тоже. Вот это? Ага. На 60. Вот эти дырочки, в которые можно будет вкрутить ножки и собрать целиковый стол. Так, столешницы маленькие я вам показала. Идем дальше. Столешницы на метр двадцать. Вот как она выглядит, метр двадцать столешниц. Это такая синяя с рисунком. Сейчас посмотрим, как они закреплены. Нет, друзья мои, выдвинуть я вам их не смогу. Значит, материал один и тот же. Отличается цветом, и за счет этого, соответственно, растет ценник. Например, темно-синяя, заявлено черно-синий, но для меня она классического синего цвета столешница с бежевой окантовкой, стоит полторы тысячи. Классическая белая столешница стоит тысячу двести. То есть, если вам нужен какой-то оригинальный цвет, будьте готовы переплатить. Функционал, качество, все то же самое. Есть вот такая вот бежевая, и есть вот такая вот еще бежевая врубчик. То есть, он прям вот такой... Ну, я считаю, что это неудобный рисунок. То есть, если писать за таким вот... То есть, за столом с таким рисунком, то что-то обязательно нужно под стилку подкладывать. Если тетрадка, лист, ну, неудобно, то есть, все это будет. Кстати, вот пример коцок. Вот в таких коцках у нас вся черная столешница. На белой столешнице коцки видно не так. У нас сейчас дома стоит Микки. И про Микки потом расскажу, когда до него дойдем. И лимон в пуговку. Кто помнит, давнишние коллекции покупали, наверное, год четыре назад. Вот поставили мы его в августе. перед началом занятий. Стол, ну, уже на четверочку. То есть, где-то подранный, где-то ручкой хорошо от души проведено. Ну, поменяем, когда убьем окончательно. Так, дальше столешница. Метр пятьдесят на семьдесят пять. Смотрите. Вот эти столы часто берут... Отвлекусь опять. Эти столы часто берут в кафешке. Берут офисы. Вот последний раз закупалась у нас не с самого Саранска, а с района Тамара. Они открывают детское такое, нестандартное кафе, где могут маму с детками посидеть. Скворечник будет называться. Кто с Мордовии, с Ковылкина, пишите ВКонтакте. Я вам ссылку дам. Место будет интересное. Вот они закупились такими столами. В процессе выяснили мы, что... Ну, как бы мы про этот момент знали, клиент нет. Вот столы на метр пятьдесят, шириной семьдесят пять. Это единственная ширина семьдесят пять у столов Ленмон. То есть состыковать рядом два стола не получится. За счет ширины. Так замечательно стыкуется метр, рядом ставить метр двадцать, то есть прямо вот можно выстиловать такой вот свадебный огромный стол. Но метр пятьдесят сюда уже не получится состыковать. Значит, метр пятьдесят у нас есть в цветах черно-коричневый, белый, потом вот такой синий, вот опять коцка, да, то есть имейте в виду, чем темнее столешница, тем быстрее, ну, как бы, тем в процессе эксплуатации виднее будут эти все коцки. И вот такой бежевый. Ножки продаются отдельно. Сейчас покажу сначала все столешницы, потом перейдем на ноги. Помимо столешницы Ленмон, давай, наверное, сразу покажем, потому что они имеют место быть и висят все вместе. Есть вот такая столешница Омлиден, метр двадцать на шестьдесят, зеленая. Она закругленной формы. Я ничего с ней не смогу сделать, ни поднять, ни подмирнуть под нее. Что у нас здесь? Здесь у нас точно такие же отверстия, как у Ленмона. Щит с сотовидным наполнителем. Прочный легкий материал с каркасом из дерева. Значит, получается, каркас дерева, деревянная обвязка, а внутри бумага. Климпен, метр двадцать на шестьдесят, из этой серии есть тумбочки, хорошо все это между собой сочетается. ДВП, акриловая краска, пленка. Вот эта столешница. То есть, если хотите собрать такой стол, к ним есть вот такие тумбочки. Климпен. Тумбочка стоит семь тысяч. Есть за четыре. Это такая открытая опора, модуль. Тоже не выдвинуть, как-то не особо удачно. Придется, наверное, картинки вставлять. И есть вот с такими вот ящичками. Ящики очень глубокие. Глубина семьдесят сантиметров. Так, глубина семьдесят, а столешница? А столешница шестьдесят. И как? Получается, она будет торчать? Ну, тут как-то... Сейчас посмотрим. Климпен, может быть, есть семидесятый. Да, значит, тумбочки получаются и опоры под климпен сто пятьдесят на семьдесят пять. Потому что, если вы к шестидесятому поставите, у вас будет на десять сантиметров выходить опоры. Некрасиво будет, неудобно. Дальше столешница метр пятьдесят под беленый дуб. Так же, как и маленькая есть. Так, это уже другие столешницы пошли. Бамбуковая столешница, метр сорок на шестьдесят пять, стоит семь тысяч. Хилвер. Ну, честно, куда только не берут. Периодически привозим эти столешницы, знаю, что даже для кухни это берут. И гертон, буковая столешница, склеенная с бука. Поэтому, если это будет на кухню, то аккуратно, либо скатерть, либо силиконовое, защитное стекло. значит, все поедет. Следующая столешница, линмон, два на шестьдесят. Открою маленький секрет. Мы пишем обзоры в офисе за такой столешницу. То есть, это большой, длинный стол. Он есть еще в белом цвете, не бликует. Поэтому, ребят, если вы занимаетесь обзорами, съемками, блогерству, вариант для вас, бюджетно, то есть, две триста, грубо говоря, две двести пятьдесят плюс тысячи за ножки. Нет, пять ножек нужно. Три двести пятьдесят. Три пятьсот, вы собираете двухметровый стол. Кстати, кафе тоже периодически берут вот такие столы, потому что из них можно сделать и офисный стол. И если его закрыть покрытием, то будет такой большой обеденный стол. Так, по столешницам, линмон, все. Сейчас мы вам покажем ножки и опоры, все, что есть на данный момент. Самый бюджетный, металлическая ножка Альдис, двести пятьдесят рублей. Они есть в белом, в сером, в черном, в таком синеголубом и в бежевом цвете. Что может эта ножка? Помимо крепежа, который идет в комплекте, у нее есть небольшой вот такой вот регулятор на случай неровных полов. То есть, это не регулировка высоты, это именно регулировка по ровности пола. Полы всех разные. То есть, вот это в скрученном виде откручиваете. опять же, чуть-чуть высоту она поднимет. Вот сам штырек, где-то раз, два, ну, сантиметр, два она поднимет. Ну, два-три сантиметра. Так, это альдис. Дальше, ножка гудвин. Белая ножка. Особо ничем не отличается от альдис, тоже это металлическая нога, только формой. Не все любят круглые ноги, часто заказывают именно вот эти квадратные. Следующие ножки олов, по 500 рублей. Они есть черные, есть в серебре, и есть белые. Что может эта ножка? Эта ножка может расти по высоте. Пойдем, покажем на другой стойке, там понятнее. То есть, вы можете сделать такой своеобразный растущий стол, да? Минимальная высота. Где у нас? Обычный. Да, стандартный стол на минимальную высоту. Да нет, вот он. На 73 полная высота. Сейчас. от 60 до 90 сантиметров. Кстати, вот шпаргалка, сейчас я вам ее покажу, а потом перейдем, покажу на ножки. То есть, минимум это 60, максимум это 90. Вот как это выглядит. Это 90, это получается 75, а это 60. Ой, тут даже для умных есть риски. Вот 60 высота. И сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть, если у вас ножка сломается. Вот стол линьмон. Трех ногей. Потому что одну ножку то ли от времени, то ли кто-то, то есть она выдвигается. Причем, смотрите, регулировка через каждые, получается, если 60, 70, 1, 2, 3, 4, ну, где-то через 2 сантиметра, наверное, да? 62, 62, 62, 64, 68, ну, примерно 2-1,5 сантиметра. Нет рулетки рядом, замерите? То есть, это раз... Есть? Бесплатную рулетку дали. Так. Да, здесь разгон ровно 2 сантиметра. Сейчас. Годиники действуют специально... Ровно 2 сантиметра. То есть от 60 до 90 сантиметров вы можете отрегулировать, отрегулировать высоту данных ножек. Так, следующие ножки. Альварен, 1251, то есть если делать 4 ноги, уже 5000. Темно-серая, восьмигранная ножка, изготовленная из массива дерева. То есть вот это просто деревянная нога. Шестигранная. За 1300. Нет, вот у нас Альдес стоит, уже несколько лет, ничего никуда не делается, все нормально. Торс Клинт. Темно-светло-серый. Массив Бука. Да, я не спорю, Бук хороший по износу стойкости. Интересная форма у ноги. Видите, она скошенная. Книзу она будет зауженная. То есть если вы такой вот необычный стол собираете, то можно. Но ценник опять не бюджет. Это учитывайте. Дальше. Гертон. Тоже регулирующаяся ножка по высоте. Смотрите, у нее уже разгон от 70 до 107 сантиметров. То есть фактически при помощи вот этих вот ног и, допустим, вы захотели бамбуковую столешницу, вы можете сделать хороший, полноценный барный стол. Барная стойка. Стол 104. От 90, по-моему, 5. Вот как на максимальную высоту. То есть получается уже такой вот сесть. Это барный стул. Франклин. Франклин самый высокий. То есть вот полноценный уже барный стол. Опять же, если вы начинающий какой-то кафе, если покрыть, придумать защитное покрытие, ничего не будет столу. И при этом хорошо денечку сэкономите. Так, дальше пойдемте по ногам. Ноги закончились, теперь будут опоры. А нет, еще вот ножка. Ножка, все-таки топор. Ножка на колесной опоре. Крилы. 700 рублей. Колесики можно стопорить. То есть делается для того, чтобы стол, допустим, вы подвинули, и чтобы колесико дальше не ездило, вы его просто стопорите. Неплохой вариант, когда нужно использовать определенную столешницу и нужен стол на колесах. Следующая бамбуковая ножка 1500, конической формы. Хилвер. Ой, нет, что-то мне это. Ну, 6000 за 4 ноги. Избавьте. И ножка Лалле. Тоже массив дерева. Что у нас? Массив Бук. Ну, понятно, за Бук ценник, конечно, никогда бюджетным не был. Вот такой она, изогнутой формы. Я думаю, может быть, сейчас найдем стол с такими ногами и покажу вам. Дальше опоры для стола Леберг. 600 рублей одна опора. То есть одной опоры две опоры нужно на стол. 1200 получается. Это чуть подороже, чем ножки. А когда будете собирать стол, имейте в виду, что здесь никаких либо крепежей нет. То есть вот сюда тоже ставятся такие силиконовые стопора. Они будут отдельно столешницы. Их не потеряете. На них сверху кладется столешница. Белая и есть точно такая же серая. Тоже 600 рублей. Так. И еще одна опора для стола от Вальд. 1000 рублей. Массив дерева. Она, конечно, интерьерная. Если вы делаете лофт, то вам нужна будет такая опора. Но места занимает много. То есть разгон у стола за счет этой опоры увеличивается очень сильно. Давайте я вам покажу. Вот метр пятьдесят на семьдесят пять. Пойдем покажем. Вот смотрите. На метр семьдесят пять. То есть два сантиметра здесь. Там под ноль. То есть 73 сантиметра это опора. Поэтому под шестидесятой столы не подходит. Данная опора только под столешницу метр пятьдесят на семьдесят пять. Либо столешницы из других серий не линмон. Так. По линмону все. Пойдемте смотреть бюджетные. Про столы линмон мы вам все рассказали. Показали. Фотографию оператор обещал. Обещал, да? Врежет, покажет, что у нас. Давайте дальше. В Икеи есть самый бюджетный ценник. Стол восемьсот девяносто девять рублей. Марен. 75 сантиметров. Ребят, это самый простой обычный ДСП-шный стол. Размер 75 сантиметров на 52. Высота тоже 75. Что он из себя представляет? ДСП-меламиновая пленка. У данного стола нет ничего. Нет ни полочки, ни ящичков. То есть просто собранных четыре доски в стол. Но минимальный ценник за такие деньги я столов, например, у нас в Таранске не видела. Плюс, если вот, допустим, ну, последний раз закупался у нас колл-центр, мы привозили много столов. То есть когда, допустим, садится человек поставить сюда ноутбук, там наушники, какой-то блокнот, в принципе, я считаю, достаточно. Часто эти столы берут первоклашком, либо даже, ну, как бы не у всех, разные финансовые возможности у нас. Нужно поменять стол. В принципе, ребенок, с учетом того, что у них сейчас книжки формата А4, вот листок А4, то есть спокойно можно поставить книгу в держателе и спокойно положить тетрадь. Если оснастить стол вот такой, например, тумбочкой Ленарт, у вас получится уже более-менее полноценное рабочее место. Причем ценник получается 900 плюс 1000, то есть 1900. Ну, более-менее адекватно. Тогда уже есть куда и сложить, и где сидеть. Так, пойдемте дальше. Вот, кстати, вариант в черном цвете Ленмон Алекс. С ним, пожалуйста, на крупную камеру, а я ценник покажу. 3400, но это... А, да, по Фэмоли не идет, только белая тумбочка Алекс по Фэмоли. Вот такой вариант. То есть у вас получается полноценное рабочее место, причем тумбочке Алекс не будет ничего, ножкам тоже не будет ничего. Если вы уделали столешницу, вот, кстати, темновато, света мало. Не знаю, получится, не получится передать. Вот какие вот места появляются. То есть вот так вот затирается, задирается и приходит в негодность. Потихоньку, не сразу. Мы пользуемся вот такими защитными подстилками в офисе. Ну, во-первых, писать удобнее, во-вторых, столы не так быстро приходят в негодность. Так, следующая серия – это из стола Мики. Кстати, вот у нас в городе это самый заказываемый стол. Он стоит всего 2900. Размер у него 73 на 50. Высота стандартная. У всех столов 75 сантиметров. Минимальный ценник, ребят, 2900. Вы получаете полноценный стол с выдвижным ящиком. Кстати, кухонные разделители не варьера, а которые побюджетнее. Я забыла название. Нет, на S. В общем, есть кухонные разделители за 129. Пластиковый, да. Нет, на S они называют. Стодия. Да, разделители Стодия за 179 рублей сюда замечательно садится. То есть не который широкий, 60, а 40. Вот у нас просто так разделено. У нас такой стол белый, но с розовой ногой и с розовым фасадом. Это была ограниченная коллекция, покупали мы давно. Стол жив. Единственное, что дети умудрились его исцарапать. Вот по белому покажу. Ну, здесь выставочный образец в хорошем состоянии, без каких-либо особых дефектов. Здесь все чистенько. То есть вот просто ребятишки умудрились исцарапать его, и скотч мы уезжали в отпуск, приклеили, оставили. Потом, когда приехали, отодрали, часть краски отодрали. И из минусов для меня, вот мы, например, начали пользоваться этим столом в первом классе, он маленький. То есть ребенок может расположиться только вот, как я вам показывала на примере бюджетного стола Марен, учебник, тетрадка, все, больше ничего. То есть там компьютер поставить, когда ребенок постарше, уже не получается. Очень часто комплектуют вот с такой тумбочкой Микки. Они одинаковые вровень со столом. Цена у них сейчас 4 тысячи. Так, здесь что-то технологическое, не трогай. Да, если рядышком поставить, они будут хорошо, замечательно смотреться. То есть у вас получается вот такой вот модуль. И есть куда что убрать, и есть где писать. Так, идем дальше. Вот тоже пример линмона за 2,200. Подбеленный дуб столешница. И беленькие ножки. На линмоне останавливаться не буду, мы вам про него, в принципе, рассказали. Здесь тоже. Дальше идем. Это растущий стол-поль. Я считаю, что ценник за него адекватный, не завышен. Объясню почему. Отдельно продается столешница, отдельно продается растущее подстолье. Если ребенок умудрился что-то испортить, ситуации всякие бывают, вы можете без особых затрат, но это все равно дешевле, чем покупать целиковый стол. Можете поменять. Минусов по полю сказать, ну, никаких не могу. Сколько мы их возили, нареканий, брака, по нему не было ни разу. Сейчас найду ценник и расскажу, что из чего состоит. Значит, размер столешницы в двух вариантах представлен. 98 на 58 и, по-моему, метр 20 это, да, столешница? Да, и столешница метр 20. Ну, почему-то нет ценника на выставочном. Ребята, я ценник вот не помню. Ну, значит, отталкиваемся от того, что есть. Что из себя представляет столешница? Столешница у нас ДСП, бумага, ДВП, акриловая краска, пластмасса. Подстолье для столешницей, сталь. Сама столешница крепится. Сейчас все покажу. Значит, вот на такие болтики все крепко. Детеныш никуда ничего не снесет. Вот маленькая столешница стоит 1600. Само подстолье дороже. Ну, опять согласитесь, это адекватно, да? То есть все-таки железное подстолье уделать надо постараться, чтобы оно там сломалось, треснуло. Быстрее столешницы придет негодность. Но, опять же, у столешницы хорошая кромка, все окромлено. И часто на эту серию бывают скидки. Само подстолье бывает белое, розовое и синее. Раньше были зеленые, но я что-то их в последнее время в ассортименте не вижу. Возможно, вышли. Вот этот момент не уточняли. Значит, высота. Прыгаем между тремя полями, потому что света в отделе маловато, у меня суп получается. Значит, вот самый нижний вариант. Это вот этот розовенький стол. Покажи, пожалуйста. Значит, вот это на самом низу. То есть как раз ребенок садикового возраста, дошкольник, спокойно будет сидеть. Мне, как взрослому человеку, коленки упираются. Мне неудобно. Ребенку нормально. Следующая высота – это вот на эту точку. И вот здесь это уже на третьей. То есть на третьей точке получается стандартная высота метр семьдесят пять. То есть полноценный письменный стол. Смотрите, какая большая поверхность. То есть метр двадцать достаточно и положить, и поставить, и разместиться. То есть все, что угодно. Вот поле – это единственный стол, к которому у меня претензий нет вообще никаких. Ни по цене, ни по качеству. Плюс его можно дополнить вот такой полкой. Полка тоже крепится. Все бликует, неудобно. Две тысячи стоит. Она с одной стороны белая, а с другой, с обратной, зеленая. Ребят, ну показать мы не можем, потому что все закреплено в цели безопасности. Этот момент можно посмотреть на сайте. Так, по высоте ничего не сказано. Сейчас мы посмотрим. А, вот, кстати. Сейчас я вас точно сориентирую по пол. Значит, столешница у нас. Где бы светку больше взять? Столешница девяносто шесть на пятьдесят восемь. Тысячу шестьсот. То есть это вот такая вот столешница. А вот такая большая столешница стоит уже две шестьсот. То есть разница в тысячу. Но здесь сто двадцать восемь сантиметров, почти метр тридцать. Там девяносто шесть, чуть меньше метра. Под столик, как я и говорила, белый, розовый, синий, стоит две четыреста. И модуль, либо белый, зеленый, ну, а, модули два. Вот, значит, вот такой вот модуль стоит две тысячи. У него получается одна полка и внутри полка. И есть еще один модуль. Ну, где бы его найти? Если найдем в отделе детской, то врежем в обзор. И вот такой, в общем, есть еще на три полки. То есть здесь с ящиком, а это есть еще просто полками отдельно. Две тысячи. Стол, кстати, упакован компактно. Подстолье небольшое, поэтому спокойно на легковом автомобиле можно его увезти, не заказывая доставку, если вы сами ездите в Икеа. Так, пол мы вам показали. Следующие столы брусали. Они в двух цветах и в двух вариациях. Сейчас покажем прямые, потом дойдем до углового. Белый стол брусали. Девяносто на пятьдесят два. Высота стандартная семьдесят пять. Ребят, он условно, ну, кстати, не семьдесят пять, семьдесят три. Он условно белый. Я очень надеюсь, что на мою камеру видно. Он вообще заявлен белый. У него не прописано, что он морилка, что он там белый с оттенком. То есть здесь белый с серыми прожилками. Его не так часто, кстати, заказывают. Во-первых, специфичная форма, сейчас покажу. А во-вторых, цвет. То есть, ну, либо тут к серой мебели его подбирают, но явно не к белой, потому что он не будет сочетаемый. Так, это классический стол, то есть с классическими выпилами. Он, кстати, тоже неплохо сделал. У него вот эта вот такая окаймленная боковушка. То есть то, что часто у столов задирается. Здесь полочки. Полочки можно регулировать по высоте, как вам удобно. То есть чопик меняется. Задняя стеночка. Получается у него один, два, три полочки. Но больше у него нет ничего. Здесь шпон такой. Здесь шпон. Из чего он? Сейчас посмотрим. Столешница ДСП пленка, это не шпон, это просто пленка такого цвета. Под дерево. Под хрена, скажем. Ну, почти, да, кстати. Если что-то хочется ближе к классике, брусали часто выбирают в небольшие кабинеты. И брусали есть классического коричневого цвета. Эта мебель вообще была полностью. Не только, по-моему, брусали были. Есть и галошницы брусали. Шкафы. Стоит тоже пять. Но вот здесь уже, согласитесь, он совершенно по-другому смотрится. Вот в коричневом цвете он мне нравится. Такой вот классический стол. На мою камеру цвета вообще не видно. Темно очень. Вот так вот более-менее. То есть все то же самое, что у белого. Все это под дерево, но это не шпон, это пленка. Сделан, в принципе, брусали добротно. Сейчас попробую найти шовчики. Да, кстати, вот. Ага, поймала. Вот он, шовчик пленки. Поэтому если вот это место постоянно царапать, ковырять, то я думаю, что это все быстро отвалится. А вот, кстати, смотрите, коцки. Либо это собирали неаккуратно, вот что может быть со столом. Кстати, это неаккуратная сборка. Вот здесь шуруп изнутри торчит. На камеру не смогу показать. То есть вот оно впучивается. Получается, пленка его не покрасить, друзья мои. Либо только специальной краской, которой можно красить ламинат. Такая есть в магазине Leroy Merlin. Мы уже пользовались такой, красили. В принципе, неплохо получилось. Ну, в общем, вот так. Если хочется классический стол за не сильно большие деньги, то рассмотреть брусали можно. Следующий стол Инготорп. Он есть в черном и белом цвете. Периодически его берут, честно, как обеденный. Во-первых, он узкий, если место не позволяет. Во-вторых, можно, то есть, если, допустим, для одного человека, да, за глаза, если нужно, крылья распахнули, получился полноценный стол. Небольшой внутренний ящик. 73 на 50. Максимальная ширина 127 сантиметров. Здесь у нас ДСП, ясеневый шпон, морилка. То есть, частично. Стол сам из ДСП, но покрыт ясеневым шпоном и покрашен. Ну, это классический Инготорп. То же самое, что обеденные столы. Стоит он 10 тысяч. Ну, сейчас, наверное, вообще ничего дешевого нет. Не только в Икее, но и везде. Так, значит, это у нас крылья. Залазим вовнутрь. Это металлические крепежи. Это железная опора. Да. Это само крыло. Ага. Значит, чтобы зафиксировать крыло, нужно сделать действие. Вот такую планочку. Убираем на место. Так, здесь мы посмотрели. Этот ряд полностью прошли, да? Пойдемте смотреть Хемнеса, Мальмы. И прочие более дорогие столы. Я чуть-чуть передохнусь. У нас уже сегодня не первый обзор. Ладно, это лирика. Так, стол Мики. Давайте покажу. Вот такое вот рабочее место. Не сильно много места занимает. И я считаю, что все-таки адекватные деньги за него просят. Вот такой вот верхний дополнительный модуль. Ну, он, конечно... С одной стороны, он нужен, да? Как бы стол, такую более законченную конструкцию несет, удобство. С другой стороны, вот что я сюда положу? Я просто как мама школьника, школьницы, нам вот ни о чем. Только если завалить. То есть тетрадки, учебники их сюда уже не уместятся. Они у них шире. Поэтому я не знаю. Не вижу. Вот честно. Он как бы и закончен, но смысла большого не вижу. Так, значит, смотрим сам стол. 105 на 50 сантиметров. 5500. Можно уже подходить просто как компьютерный стол. Ну да, кстати. Вот если компьютерный... Не для школ... Вот этот модуль уже не для школьника. Но смотри. Вот здесь эта часть магнит. Да. Эта часть магнитная. Опять же для школьников. То есть ребятишки любят приклеить. Ну почему? А если сами теперь... Ну да. Либо это рабочее место. Все-таки школьнику можно. За счет магнитной доски. Полочки под мелочушку. Значит, стол у нас 105 на 50. Высота стандартная. Есть еще в белом цвете. Сейчас они дают по сниженной цене 5500. Ребят, ценник адекватный за эти столы. Ходят они хорошо. Я вам говорила уже про маленькие микки. Тут здесь все то же самое. Вот примеры коцок. У всех не... Столов, которые не из массива, такие коцки со временем появляются. Имейте это в виду. Это не гарантия. Это просто небрежная эксплуатация. Но вот как бы вы не сохраняли, вы его не сохраните. Здесь у нас точно такой же выдвижной ящик, как в маленьком столе. По ширине они одинаковые. Сюда просто добавляется вот такой вот модуль. Вы можете убрать из него полки. И сделать из него место для системного блока. А можете оставить как есть. И вот такой маленький ящичек. Здесь у нас лежит СУНР 144 на 37. Можно маленькую... Маленький кухонный разделитель сюда положить. Так. Петли. Ну вот каких-либо минусов таких глобальных в микке, кроме нежного самого покрытия, нет. Полочка регулируется как у пакса. Разгон неплохой. То есть можно сделать как вам удобно. Где-то пошире, где-то поменьше. Рюкзак, что я говорю, хорошо умещается. А, еще, кстати, такой лайфхак небольшой. Вот здесь есть отверстие. Очень часто сюда делают крючок и вешают рюкзак, чтобы он не болтался. Вот за эту планку, друзья мои, рюкзаки не вешайте. Был уже опыт у клиентов. Повесили рюкзаки. Сейчас у ребятишек каменные. Просто отвалилось. То есть, ну, переделывали, конечно. Но испортилось. Еще одна особенность столов микки. Это металлическая нога с одной стороны. С другой стороны он из того же материала, из которого сделан весь стол. То есть, при желании, вы можете при сборке переставить, допустим, вам тут пространство, либо тумбочку. Ну, в общем, нужно вам это место, вы переставляете его сюда. Вот в качестве примера точно такой же стол, собранный на другую сторону. Следующий образец столов микки. Это стол размером метр сорок два на пятьдесят. Стоит он шесть тысяч сейчас. А по размеру фактически это как два маленьких стола. Часто берут двум ребятишкам, как представлено вот здесь. Да, то есть, мальчик-девочка условно. Но я считаю, что места мало одному ребенку. Вот если, например, сесть ровно за половину стола, то здесь останется одному человеку 71 сантиметр. Это мало. Если соединить два стола по две шестьсот. Две шестьсот или две девятьсот? Две девятьсот. Получится пять восемьсот. Это стоит шесть. То есть разница в двести рублей. Но у двух маленьких столов размер чуть побольше. Кстати, маленькие столы микки очень часто берут девочки как туалетные столики. Места занимает мало. Столик компактный. Можно использовать как стол для ноутбука, например. И параллельно в ящик сложить все красочки. Так, ну, по микки, друзья, все. Воды особо не боится. Отмывается хорошо. Быстро, легко царапается. Защитная накладка обязательно. Черный царапается гораздо быстрее, чем белый. Не повторяйте на шепот. Скотч не приклеивайте. Мы уже за вас это проверили. Не портите стол. Пойдемте дальше смотреть узкие столы. Они больше подходят для все-таки работы за ноутбуком. Либо это какие-то туалетные дамские столики. Из этого можно сделать. В этой серии есть стол, тумбочка и есть тумба под ТВ. Честно, мне нравится. Он, конечно, не бюджетный. Но он, ребята, так хорошо сделан. Вот не было у нас нареканий по качеству. Если у вас были проблемы с этой серией, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Очень важно. Металлическая планка. И что у нас из чего? ДСП, меламиновая пленка. Размеры 144-41. И толщина 8 см. Это упаковка, размер упаковки. Значит, здесь у нас два выдвижных ящика. Поэтому, если вы пользуетесь этим столом без тумбочки, ну, значит, у вас либо мало бумаг, либо это все-таки стол под косметику. Либо просто к нему его дополнять тумбочкой. Тумбочка стоит 8, стол стоит 13. То есть комплект получается, да, красиво, но не бюджетно. 21 тысяча. Так, ну, здесь сзади стоит хемнос, я не могу его пропустить. Это, честно, любимый стол. Он сейчас подорожал. До повышения НДС он стоил на тысячу дешевле, но, увы, так. 155 на 65 см. Размер 1. Цвет черно-коричневый, светло-коричневый и белый. Это полностью массив. То есть в чем плюс массива? Да, это ценник. Но, с другой стороны, если вы поцарапали стол, испортили, испачкали, вы можете спокойно зашкурить и подкрасить. Возможно, это будет заметно, но, тем не менее, массив позволяет работать с собой, что его можно исправить. Давайте смотреть, что нам предлагают за эти деньги. Значит, отверстие под провода с заглушкой. Если вы провода, допустим, не пропускаете, вы просто закрываете. И ничего не видно. С этой стороны нет. Идем во внутрь столика. Значит, с одной стороны у нас тумбочка. Вот сразу покажу. Надеюсь, видно. Так мало света в отделе. Вот такой косячок. То есть это заводское. От этого никто не застрахован. Что это заводское? Это структур ткани. Ну, как раз это заводской такой спил сделали. То есть это именно спил. Потому что могли бы, например, вот смотри, вот здесь же ровненько, аккуратненько спилено. Да, здесь вот спилено с зазубринками. Ручки стандартные хемносовские. Многие их меняют. Что у нас внутри? У нас внутри большая полноценная полка. Ее можно поднять по высоте. Регулировка по всей поверхности. Вот здесь вот видно. Внутренняя часть. Вот здесь у нас такие вот доводчики своеобразные. Они... Нет. Брум здесь, кстати, не написано. Лама или лала. Что-то такое. Непонятно. То есть вот сейчас, я думаю, слышно будет. Плавник зашел, да? Слышишь ли? И вернулся. Если, например, не использовать полку, сюда можно спокойно поставить системник. Места хватит. И вот такой вот стопорок. Чтоб дверца не билась. То есть она плавно доходит и соприкасается с этим стопором. Дальше два ящика. Значит, первый ящик. Смотрите, какая глубина. Мне что нравится, у хемноса ящик выходит на всю длину. Полностью. Не вот такая половинка, а целиком. То есть в самой глубине можно найти то, что вам нужно. Вот такой дополнительный ящичек для чего-то мелкого. Кто-то жвачку приклеил. И большой полноценный ящик. Так, теперь у меня вопрос. Я не знаю, для чего это. По всей поверхности идет вот такая перфорация. То есть три на три. Причем эти дырки не сквозные. Сюда они... Нет, вставка, наверное, на железах кладется. Не знаю. Вот, кстати, кто пользуется столом хемнос. Расскажите, для чего нужны вот эти отверстия. Вот на этот вопрос, кстати, я не знаю. Ждем в комментариях. Так, и второй большой... А, вот для чего это. Смотрите, вот здесь стоят сейчас разделители. Архив, документы хранить. Сумера. Не обязательно это Икея. То есть у многих фирм по констоварам есть такие штучки для хранения. Кстати, вот нам для офиса вариант. Алфавитника. И недорого. Это так. Это так, лирика. Да, наверное, берем. Значит, скорее всего, это для крепления каких-либо папок. Но если в большом я понимаю, для чего это сделано, то в маленьком... Ну, возможно, есть такие вот разделители, не сильно высокие по глубине. Если у вас уже есть такая система, как бы вот, ну, висит тут, допустим, какие-то разделители, пришли сюда, пожалуйста, фотографии. Очень интересно. Так, это хемнос. Стоит 20 тысяч. Классный стол из массива. Ой, с одной стороны и дороговато, а с другой стороны, мне кажется, из массива столы-то, если вот в других мебельных магазинах пройти, так они и будут стоить. Ради интереса надо будет в Саранский центре смотреть. Дальше. Письменный стол Алекс. Как у нас будет еще один узкий, давайте по порядку пока не идут. Стол Алекс. 131,60. Есть он в таком сером цвете, но он очень высоко. Мы покажем вам белый. Металлические ноги. Так. Вот это вот откидная часть. Сюда у нас прячутся все провода. Видите? Ну, если вы ставите сюда стационарный компьютер, тогда ставьте его куда-то вот на эту часть, монитор, чтобы, когда открываете откидную часть, прячете провода, что-то убираете. Сюда ведь не только провода можно спрятать, чтобы ничего не упало. Так, что нам заявляют? Встроенное отделение для проводов. Провода спрятаны всегда под рукой. Благодаря стопорам ящик не выпадает с каркаса. Благодаря лицевой отделке и задней панели модуль можно поставить в центр комнаты. Плюс вариант серый. 12131,60. Присядем. Ну, удобный полноценный стол. Если, например, еще оснастить сверху модулем Алекс, будет совсем удобно. Ящик не глубокий, но, тем не менее, в него много умещается. Вот набор таких коробок. Гроссидан. Ну, не совсем. Смотрите, сколько еще места остается. Прилично. Порядка 10 сантиметров. Много можно сюда. Периодически берут-то девушкам. То есть это как бы, ну, и письменный стол, да, и стол для макияжа именно. Так, что у нас внутри? Под белым неудобно. Значит, здесь как раз два отверстия для проводов. Основание полностью металлическое. Она прикручивается. Я считаю, что стол достоин. Сделан аккуратно. Косяков пособа по Алексу, кстати, не было. Но вот проблема, которая возникает по качеству, это либо линмон, он царапается. У линмона, кстати, упаковка, ни о чем просто запернута пленку. У хемнесса бывает рассыхается. Сейчас, ну, просто расскажу, потом про этот стол расскажу. У хемнесса бывает рассыхается. Сейчас что-то я это, спали сегодня мало, поэтому подтупливаю уже. Рассыхается именно в местах сучков, но это особенность массива. У Мики слабая поверхность. Да, в принципе, наверное, все, да, что вот такие вот нюансы. Ну, мягкий материал. Мягкий материал, да, учитывать нужно массив сосны. Так, дальше едем. Стол хемнесс 120 на 47. Это, пожалуй, самый узкий стол. Нет, все-таки Бестебурс 40. Хемнесс чуть пошире. У него тоже такая вот откидная панель. Вот если у Алекса вырез есть, то здесь нужно подобраться. И идет он гораздо то же. Вот обратно он со стопорами идет хорошо. Но чтобы вот откинуть его, не знаю, вот смотрите, вот чтобы его откинуть, вот так мне, например, неудобно. Вот так поддевать пальцами можно без ногтей остаться. То есть его как-то вот надо за бачок. Вот оно отверстие под провода. И вот такой узкий столик. Неправильно собрали, что ли, ящики вообще не выезжают. Да, как-то кривенько. Ну да, он мелкий, ящик до конца не выходит. Ребят, ну я не знаю, за что десятку отдавать здесь. Только за счет того, что это массив. Вот это я считаю дороговато. И, кстати, вот я думаю, он, не думаю, уверенно, давно он здесь уже стоит. Материал мягкий, то есть вот так со временем. Впоследствии, да, небрежная эксплуатация. Ну, тут зависит от того, как вы будете его эксплуатировать. Да, я так думаю, я тоже так думаю, что, скорее всего, соприкосновение со стульями вот такие вот моменты несет. Черно-коричневый хемнес. На нем тоже небольшие покосочки есть. Так, по хемнесу все. Пойдемте смотреть мальму. Сейчас столы мальмы продаются по акции. Цена, теперь цена ниже. Вот смотрите, вот такой выдвижной стол в ясеневом шпоне стоит сейчас 10 тысяч вместо 14. Экономия, я считаю, приличная. Сейчас расскажем на примере беленого дуба. Что у нас из себя представляет этот стол? 151, глубина 65. Стандартная высота. Вот такая вот выдвижная полка. Честно, я бы лучше тумбочку поставила. Функционала особого не вижу. Если вы, допустим, используете ее, когда периодически что-то ставите, не знаю, работая за компьютером, покушать, то поднос, наверное, проще. Вот как-то вот. Вот этот функционал мне непонятен. Периодически их заказывают, клиентам нравится. Кто пользуется такими столами, расскажите, насколько удобно вам. Значит, у нас перекладина. Идет как ребро жесткости. Отверстие выпилено, облагорожено под провода, которые можно протянуть, аккуратно перекинуть. Сам по себе стол большой, удобный, широкий. И есть точно такой же малю. Мы дойдем до него вместо панельки. Тумбочка. Так, точно такой же есть белый. Белый стоит 8. У белого самая низкая цена. Он стоил 12, стал стоить 8. То есть, такой большой, хороший, широкий стол. А вот уже. Следующий мальм уже с тумбочкой. Стоил он 15, сейчас стоит 11. Здесь, я считаю, более функционально. Но он покороче, он метр сорок на 65, а тот 150. Ну, опять же, в качестве письма этого рабочего стола места на самом деле много. Сегодня мы везем такой стол в заказ. Везем в другой город, ближайший к Саранску, в Розаевку. Я думаю, клиенты будут довольны. Так, теперь вот такой силиконовый стопор. Это кромка. Ну, как у всех мальмов, да? У комодов точно такой же выпил. Более легкость в конструкции, что ли, несет. Как-то повоздушнее немножко становится. Внутри у нас полка. У полки есть регулировка по высоте. То есть, можно, исходя из того, как вам нужно, ее поставить повыше, либо пониже. Две петли. Дополнительных каких-то либо доводчиков стопоров нет. Поэтому так захлопывается. Выдвижной ящик. Лоток Региссар 40 на 30 умещается полностью. То есть, вот этот лоток, это размер ящика. Стол добротный. Ценник средний. Не низкий, но и не самый высокий. Мальмы все шпонированы. Ходят, в принципе, неплохо, как и кровати. Но, я думаю, все равно, шпон тоже требует бережного отношения к себе. Иначе все это быстро придет в неугодность. Так, давайте вернем немножко назад и посмотрим столы для ноутбука. Параллельно они стоят в этом отделе. Стол фьельба. Здесь у нас из массива дерева. Не указано, какого. Столешница и металлическое основание. Столик облегченный. Очень звонкий. На колесиках, то есть, при желании, его можно передвинуть. Это они стыки-склейки. То есть, в этих местах может возникнуть рассыхание, расслойка. Не знаю, я почему-то не стала, наверное, столик двигать. Какой-то он больно звонкий. Ну, берут, периодически берут, собирают целую серию. Допустим, там, ну, зал, либо кабинет делают, гостиную. Полка. Полка не вынимается, значит, крепится сразу. Вот эта решетка и колесики. Столик небольшой, метр на 36, но, опять повторюсь, это столы для ноутбука. Есть стол для ноутбука Витшо. Витши. Мы пользуемся такими подставками для ноутбуков в офисе. Нам очень нравится. Ходит идеально. Железо не царапается. Стекло замечательно протирается. То есть, все пятнышки убираются. Царапин, коцек нет. Единственное, что, если по интерьеру, по форме вам стол подходит, пожалуйста, он специфичный. По функционалу удобен. Ценник адекватный. 3000 стоит размер 100 на 36. Так. Один и тот же. Бамбуковый стол. 102 на 49. 13 тысяч. Ли Ла Сен. Раза 4, наверное, за все время мы его привозили. Стол специфичный. Небольшой. Ящики, я бы сказала, вообще крохотные. Знаю, что брали первокласснику. Но клиент сейчас не особо выходит на связь. И уточнить по столу, как он ходит у них, мы не смогли. С одним клиентом мы смогли связаться. Сказали, что, в принципе, все нормально. Но они брали уже взрослые девушки. Поэтому нареканий по эксплуатации нет. Смотрим, что внутри. Металлическая обвязка. То есть здесь не получается не просто столешница, а столешница, в которой выпилены отверстия под ящички. И, кстати, такой стол брали однажды как кухонный. По размеру подходил только он. Вот тоже клиент попал, у нас весь не выходит. Так. Дальше у нас бюро. 11 тысяч. Честно, вот, ну, мне непонятно вообще это, для чего. Ну, тоже ничего, для чего это понятно. Просто ценник. Столик для цветов. Столик для цветов. Да, кстати, как-то клиентка заказывала его. Сказала, что в кафе можно использовать в качестве стойки для заказов такая вот полка. То есть, если она не нужна, ее можно убрать. Ситуации всякие. Уставим ее на место. Ну, дороговато, наверное, все-таки. Такие вот ящички. В какой-то кафешке в Миге мы видели его, да? Другой нет. Место для проводов. Он весь полностью из дерева. Как ходит, не скажу. Нареканий не было. Обращений по браку тоже. Соответственно, заказывали его, по-моему, единожды за все время. Бюро Белый Береза. Так, эти мы показали. Вот такой письменный стол. Кулаберг. Сосна. Состоит из подстолья и столешницы. То есть, массив сосны и столешницы. Тоже брали его как обеденный. Кстати, недавно с клиентом разговаривали по этому поводу. Сказал, что замечательно стол эксплуатируется. Он идеально сделан. У него нет никаких сучков, следов склейки. Вот. Как надо. Мы его подбирали под кухню такого же цвета. Кухня не икеевская. Металлическая неубиваемая опора. Этой опоре не будет ничего и никогда. То есть, только ее целенаправленно не ломать. Узлы. Крепление. Так, 110 на 70. Столешница стоит 6 тысяч. Подстолью стоит 6 тысяч. Опять же, если что-то пришло в негодность, не по гарантии можно поменять, обойдясь более меньшими затратами, чем, например, полностью менять стол. Откровение. Кто пользуется, рассказывайте, что у вас внутри. Может быть, был уже опыт распила данного стола. Мы не пилили. Так. В какую сторону идем? Давай, давай, я плавно губанок такой. Да. Сейчас мы плавно перемещаемся к более дорогим столам. Это хемнес, про который мы вам уже говорили, только в цвете морилка, светло-коричневый. К нему есть еще вот такое бюро. То есть, если вы хотите и финансы позволяют, можно сделать вот такое красивое рабочее место с ящичками, с полочками, с красивой настольной лампой, где только ты включаешься. Модуль получится 19 плюс 9. Туплю сегодня 28 тысяч. Вот такой стол в бюро. Да, сюда много чего уместится. Причем, смотрите, ящичек не оснащен железными стопорами, у ящичка фетровая защита. То есть, вы можете при необходимости перемещать ящик ровно в те места, куда вам удобно. Можете просто два ящика сделать, остальные сделать полками. Тоже функционал дополнительный, за что, в принципе, платится. Ну, такое взрослое рабочее место, да, уже. Вот, кто-то нас винничал. Друзья мои, ну, давайте убирать друг за собой, друг за другом. Так, дальше, столы бекат. Ребят, когда на столы бекат бывают скидки, мы их привозим по многому. Столешницы шикарные, ходят замечательно, за полную цену дорого. Со скидкой шикарный вариант. Во-первых, расширенная гарантия. Столешницы неубиваемые. На самом деле, Икея не зря дает большую гарантию, когда гарантия расширенная, все-таки уверена, что это будет эксплуатироваться долго. Варианты разные. Угловые, прямые столешницы и есть просто ноги, подстолье, а есть вот такой электрический привод. Вот сама столешница вот у данного стола стоит 9000, привод стоит 40. Ну, ладно. Я сяду на свой любимый Маркус. Мы, наконец-то, в офисе обновили рабочее кресло. у нас теперь тоже Маркус. Работать одно удовольствие. Так. Вот. Ребятушки, даже усилий никаких применять не надо. Просто нажмите на кнопку это лифт. Вот видите, то есть регулировка на сантиметрик. Все, это максимум. А мы сейчас информацию найдем. Нет, я кубикату не помню. Это максимум, но регулировка смотри, хоть на сантиметр. В принципе, да, если финансы позволяют, то есть можно сразу взять, опять же, приводу точно ничего не будет, гарантия на него хорошая. Если столешницу убьете, ну, сложно это сделать, столешницы всевозможные тест-драйва выдерживали. вот такие кольки тоже могут возникать в процессе эксплуатации, опять это небрежность. То есть от маленького роста до полноценного большого. Ребят, у кого такие столы с лифтом, поделитесь, расскажите, как вам. Сколько, кстати, они ходят? У нас не заказывали ни разу. Надо быстро... Ой, да, смотри. Вообще вборную сколько пророчил? Все. это, кстати, с той можно работать? Да. Подаем сиденье. То есть это можно, ну, из этого делают рецепшн. То есть это полноценное, высокое место. Сейчас найдем информацию и в описании добавим. Ну, да. Я боюсь. это как? Здравствуйте. Меня не видно. Все. Так, я ростом метр семьдесят. что, наверное, до 140 точно, да? Положите меня спать. Так, давайте смотреть, что у нас внутри. Раз уж подняли, мы его задрали. сам электропривод, провода, это все нужно аккуратно. То есть здесь вот такой кармашек, смотрите, тут даже пуговки, резиночки, ну, за 40 тысяч, да, можно все сделать. То есть все это прячется. Зарядник, все это дело в розетку. Тяжело не одевается железное основание. Вот такой вот очень основательный большой стол. Возвращаемся в исходное положение. сейчас надо на удовольствие сидеть и жать на кнопку. Даже работать нехватит, Так, теперь дальше смотрим столы коричневые, беленый дуб и белые. Ну, классический стол. Подстолье. То есть в принципе все то же самое. Нет, оно уже не поднимается здесь цельное, литое. вот сюда можно спрятать провода. Мне эта сеточка понравилась очень удачно. То есть можно пропустить провода поднизу и вот где-то их вывести. А вывести сейчас скажу, где можно. А нет, я думала здесь отдельный хвостик. нет, ну, значит просто спрятаться провода. Это вот такой базовый бекат получается 11 тысяч. Но если сравнивать с Мальмом за 10 с выкатной панелью, вот лучше бекат взять. Так, вот мы показывали вам эту столешницу Тиги за 3 тысячи и рама Тиги. Нет, не показывали, там его не было. Давайте смотреть, что за что просит 7 тысяч, что у нас тут значит столешница сама стоит 3 меламиновая пленка, пластмасса, рама это сталь, эпоксидное порошковое покрытие, то есть стальной низ. Да, ножки с регулировкой по высоте 10, 20, 30, 40, 50 сантиметров. Получается круче. Столешница выдерживает 100 килограмм, рама столько же. Как-то попробуем опустить? 50, Да, боюсь испортим выставочные, потому что понимания нет. Вот это не заказывали ни разу, то есть это стол, который мы никогда не привозили за все годы работы. Так, пойдемте еще покажем пару столов и, наверное, будем закругляться. Нет, мы другу показываем. Стол Аркель Сторб стоит сейчас 13 тысяч, буквально в новогоднюю распродажу стоил 9, поэтому периодически хорошие скидки бывают. Так, что у нас здесь? 140 на 70, массив дерева, задняя стенка отделана, то есть можно поставить центр комнаты. Два вот таких ящика, очень мне нравятся вот эти такие покрытия икеевские, как плиточка красивая. Таких два ящика. Ящик полностью снабжен стопорами, чтобы он не вывалился. Выходит полностью. Опора у нас тоже деревянная. На черном цвете, конечно, сложно что-либо показать. Ну, вот такой вот, наверное, ближе к классическому столу. Друзья мои, у нас осталось с вами три стола. Сейчас мы вам их и покажем. Причем один стол, это любовь всего нашего офиса. Мы очень хотим поставить такой стол, но как-то пока не до него. Домой больше хочется. Мне бы в офисе его хотелось, мы уже говорили по этому поводу, но это лирика. Так, Мики, стол угловой, черно-коричневый стоит 10, и есть еще белый, тоже стоит 10. То есть это такой модуль Мики, у которого ничего нельзя убавить, добавить. Допустим, мы смотрели прямой, там отдельно полка продается. Здесь вот как оно и есть. то есть это классический Мики, метр на 142, глубина получается метр, а так 142. Что мы здесь имеем? Совершенно. То есть по принципу галошницы откидывается вот такое отделение для хранения бумаг, либо там чего-либо. Сложно идет, прям вот туго. Я не знаю, допустим, школьник, первоклассник с трудом справится, хотя школьникам это брали. Здесь у нас две полки. Верхний модуль тоже полноценный можно использовать как место для хранения. Ну, я бы сказала, что он все-таки громоздкий. За 10 тысяч, хотя функционал большой. Есть куда поставить например стационарку, монитор, место для уроков есть. Если место позволяет и нравится по стилю, плюс магнитные бока. При необходимости сюда можно навешивать всяко всячины, если уже не магнит. Так, по мике все. Брусалин тоже есть угловой. Мы с вами смотрели прямой, а это угловой. То есть точно такой же коричневый стол. Стоит он уже 8000. Размер 120 на 73. 73 это с учетом выступа. И отличается он от прямого тем, что у него дополнено одной такой опорой, место для полочек еще есть. И внизу можно поставить стационарный системник, и он не будет мешаться под ногами. Ну и пойдемте расскажу про Фреде. Любимый стол, стоит 15000, редко-редко бывает по скидке, периодически мы его возим. Мы рассказывали про этот стол, обзор детская комната в стиле Звездных Войнов, так что можете посмотреть в принципе там, если не хотите смотреть полностью этот обзор. Что мы имеем? Столешница с вырезом обеспечивает оптимальный комфорт во время работы, позволяет сидеть ближе, удобно расположить руки. Всевозможные прорезные держатели, маленькие полочки можно установить с разных сторон. Смотрите, вот такая маленькая полочка, их две, вы можете поставить их с любой стороны. Здесь вот такие крепежи, опять так на черном плохо видно? Нет? А, вот видно. То есть здесь по принципу ольгота вставляется как в раму и можно перемещать. Оснащен двумя вот такими полочками. Верхняя большая полка, держатели тьена умещаются от края до края, даже остается место. То есть это формат А4 и еще порядка двух сантиметров. Большая полка, ну, как ребята называют, геймерский стол. То есть два компьютера можно поставить и останется место. Два монитора, да, системник один, два монитора. Ну, кстати, вот два крыла, раз системник, два системник. Подразумевает, то есть установку двух компьютеров, он подразумевает. Ну, не знаю, если только там, допустим, рабочий и сервер, да, ну, всякое, в общем. Столы эти периодически берут и берут в основном программисты. Такие вот крючки, видно, не видно на черном, но вот такие вот железные крючочки. Так, а что там у тебя за стол? Последний стол с карстом. Обзор, я так подразумеваю, получился у нас на час, если не больше. Значит, можем регулировать высоту. Вытягиваем на себя. Ну, это за 40 тысяч, да? Это не 40, это 18. За 40 тысяч... За 18 тысяч. За 18 тысяч нужно крутить. За 40 тысяч только нажимать на кнопку. Не знаю, до какого момента крутить. Все. Вот такой стол. Тоже, наверное, порядка метр сорока. Нужно информацию на сайте посмотреть. Так, минимальная длина... минимальная высота 70, а максимальная метр 20. Это под стол. Ну, просто олежка немножко дает. Так, опускаем назад. Судя по тому, как истерся регулятор высоты, опускает, поднимает его часто. Ну, кстати, мы ни разу не привозили такой стол, да? Не было заказов. Ну что, друзья мои, все письменные столы мы вам показали. Все, что есть на данный момент в Икеа Нижней Новгороди, все, что выставлено в выставочных образцах, вы увидели. Какие-то вопросы, если у вас остались, пишите в комментариях. Было ли полезно это видео? Тоже с удовольствием почитаем ваши комментарии. Ну, вообще, как бы, любую критику воспринимаем. И еще такой момент. Если вы находитесь в другом городе, у вас нет Икеи, и, допустим, какого-то товара нет в магазине, куда ездит ваш посредник, обращайтесь, мы с удовольствием купим, привезем и отправим в ваш город. Ограничений нет, то есть это может быть и другой город, и другая страна, например, там, Белоруссия, условно, Грузия, в качестве примера. Все, куда возит почта и куда ездит транспорт, мы с удовольствием отправим. Всем спасибо и до новых встреч. Продолжение следует...